Повысится на 10%. С 1 января следующего года увеличится заработная оплата работников государственных, бюджетных и казенных учреждений Ненецкого округа. Индексация в интересах детей. Римма Галушина инициирует повышение ежемесячных выплат детям-сиротам на карманные расходы. Помощь аграриям региона Александр Цибульский поручил профильному ведомству искать механизмы снижения издержек и увеличения добавленной стоимости ВПК. Лукойл-Коми работает на 23 месторождениях Тиманопечорской нефтегазоносной провинции. Совокупные запасы нефти компаний на территории Ненецкого округа составляют 400 миллионов тонн. Сегодня на предприятии трудятся 7 тысяч человек, из них более 2 тысяч работают в Ненецком округе. Кроме того, работодателями и налогоплательщиками на территории региона являются подрядные организации компании. В течение последнего года нефтяная компания Лукойл-Коми провела работу по налоговой перерегистрации всех подрядных и субподрядных организаций, работающих в интересах недропользователя на территории округа. Также компания взаимодействует с Центром занятости Ненецкого округа по трудоустройству жителей округа на свои месторождения и активно использует мощности Наринмарского авиаотряда для полетов на месторождения. Что касается непроизводственных показателей, в 2016-2017 годах компания финансово поддержала реализацию более 57 социально значимых мероприятий и проектов в регионе, в том числе по благоустройству окружной столицы, установке памятника лесозаводчанам, развитию технических направлений, учреждениях дополнительного образования, обследованию коренного населения в рамках проекта «Красный чум». По итогам встречи стороны договорились о продолжении сотрудничества, в том числе по вопросам социально-экономического развития региона. Глава округа Александр Цибульский отметил, что развитие территории невозможно без развития инвестиционных проектов недропользователей. С 1 января 2018 года повысится заработная плата работников государственных, бюджетных и казенных учреждений в Ненецком округе. Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания окружной администрации. Вместе с тем глава региона предложил оставить без изменений зарплату лиц, занимающих в регионе государственные должности. Расходы на фонды оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях региона на 10% были сокращены окружным законом годом ранее. Эти сокращения коснулись и работников казенных учреждений. Мера по сокращению зарплат была вынужденной и принималась в результате недополучения третьей части доходов окружного бюджета. Вместе с тем решение о сокращении данных расходов имеет временное ограничение и распространяется в соответствии с законом на 2017 год. Александр Цибульский предложил снять существующие ограничения и не распространять его действия в отношении работников бюджетной сферы на предстоящий год. Он отметил, что в текущем году работа по наполнению доходной части бюджета проведена серьезная и сегодня финансовое положение региона позволяет повысить с 1 января заработную плату работникам бюджетных и казенных учреждений Ненецкого округа. Вместе с тем временно исполняющий обязанности губернатора обратился к членам администрации с предложением воздержаться от принятия подобного решения в отношении лиц, замещающих в округе государственные должности. Для этой категории госслужащих сокращение заработной платы в 2017 году также составило 10%. Коллеги, я предлагаю нам с вами принять добровольное самоограничение и не распространять решение о повышении уровня заработной платы в отношении главы региона, заместителя губернатора и других лиц, замещающих госдолжности и на следующий год. Считаю, что пока мы не выведем бюджет в положительную динамику, мы с вами не имеем права на повышение заработной платы. Давайте продолжим активную работу по использованию всех наших ресурсов для дальнейшего увеличения доходной базы регионального бюджета, а экономию, возникающую при принятии такого решения, направим на индексацию социальных выплат жителям Ненецкого автономного округа, сказал Александр Цибульский, при этом предложив председателю собрания депутатов Ненецкого округа Анатолию Мяндину принять самостоятельное решение в отношении денежного содержания депутатов окружного собрания. Члены администрации в ходе очередного заседания единогласно поддержали инициативу главы региона. 20 октября собрание депутатов Ненецкого округа соберется на внеочередную сессию. К рассмотрению запланирован всего один вопрос – внесение изменений в закон об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Это связано с увеличением доходов и расходов окружной казны на 305 миллионов рублей. 210 миллионов из них направят на предоставление субсидий юридическим лицам в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. Порядка 125 миллионов на достижение целевых показателей по уровню зарплаты работников здравоохранения. 101 миллион на достройку четвертого участка автодороги Нарин-Марусинск. 36,5 миллионов на приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда. Кроме того, почти 50 миллионов рублей из дополнительно поступивших доходов направят на поддержку и развитие предпринимательства. Поправки в бюджет текущего года парламентарии рассмотрели сегодня на заседании комитета. Доходы и расходы окружной казны в текущем году планируется увеличить на одну и ту же сумму – чуть более 305 миллионов рублей. По словам руководителя Департамента финансов и экономики Татьяны Лагвиненко, увеличение доходной части стало возможным в первую очередь благодаря увеличению прогноза поступлений по налогу на прибыль и безвозмездным поступлениям. Поступившие доходы распределят на нужды всех главных распредителей бюджетных средств. В том числе по предложению Департамента выделяются дополнительные средства – порядка 50 миллионов рублей на поддержку предпринимательства. Прежде всего увеличиваются гранты на 3 миллиона, субсидии на модернизацию 4 миллиона, субсидии на микрозаймы 20 миллионов и 20 миллионов на гарантии. Также имущественный взнос 3 миллиона – это проведение учебных мероприятий предпринимателей. Мы очень серьезно снизили поддержку предпринимателю, поэтому сейчас стараемся эту сумму нарастить. По информации Татьяны Лагвиненко, в этом году будет увеличен размер гарантийного поручительства на одного заемщика. Такую услугу предоставляет Центр развития бизнеса. Сейчас он составляет 1 миллион 25 тысяч рублей. По мнению предпринимателя, этой суммы недостаточно, чтобы получить полноценный кредит в банке, поэтому поддержка на одного заемщика будет увеличена до 3 миллионов. Кроме того, департамент инициирует выделение средств на проведение в Наринмаре 8-дневного форума для предпринимателей с приглашением опытных спикеров и не менее 200 участников жителей Неницкого округа. Эти и другие расходы в виде законопроекта о безменениях в бюджет 2017 года окружные депутаты рассмотрят на внеочередной сессии 20 октября. Уполномоченный по правам ребенка в Неницком автономном округе Римма Галушина инициирует увеличение выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Речь идет о денежных средствах, которые выплачиваются им на личные расходы в качестве карманных денег. В настоящее время такая выплата составляет 400 рублей в месяц. Подробно этот вопрос рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальной политике собрания депутатов региона. Председатель комиссии Татьяна Бадьян назвала такую инициативу своевременной, напомнив об объявленном Владимиром Путиным с 2018 года «Десятилетие детства в России». 400 рублей на карманные расходы. Такую сумму каждый месяц получают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 7 до 18 лет. Эти средства должны обучить детей экономному расходованию личных сбережений, рассказывает Римма Галушина. Дети тратят эти средства на различные цели, приобретают декоративную косметику, оплачивают мобильную связь, покупают друг другу подарки. Поэтому маловероятно обучить ребенка экономии, выдавая ему несколько сотен в месяц, уверена омбудсмен. «Понятно, что 400 рублей – это сумма, что жена маленькая, ее хватает на одну от силы на две покупки. Поэтому в течение месяца, конечно, эту сумму расходовать детям очень сложно и тянуть эти деньги. Поэтому, конечно, ее нужно увеличить до 1000 рублей, соответственно, дифференцировать по возрасту». По мнению Риммы Галушина, ежемесячную выплату необходимо увеличить до 1000 рублей и дифференцировать ее в зависимости от возраста. 400 рублей для детей с 7 до 11 лет, 700 рублей с 11 до 14 лет и 1000 рублей с 14 до 18. В настоящий момент подобные выплаты получают 65 воспитанников детского дома. В 2017 году на эти цели в окружном бюджете предусмотрено 360 миллионов рублей. В случае увеличения выплаты с учетом ее дифференциации по возрасту в 2018 году дополнительно потребуется 322 миллиона. Руководитель профильного департамента Сергей Свиридов заверил, что инициатива будет реализована. Вопрос об индексации выплат рассмотрят в рамках работы над законом о бюджете на 2018 год. Издержки молочного животноводства в регионе необходимо снижать. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Цибульский. Он отметил, что руководителям хозяйств необходимо помочь в том, чтобы их издержки снижались и, соответственно, росла добавленная стоимость. Как это сделать, предстоит решить департаменту агропромышленного комплекса. На минувшей неделе в регионе открылись сразу два сельскохозяйственных объекта – ферма в Красном и в Коткино. Оба объекта – хозяйство Харп и Сула – построили за счет собственных средств. Стоимость строительства фермы в Красном составила порядка 30 миллионов рублей, в Коткино – 170. Обновление производственных мощностей стало возможно благодаря государственной поддержке в виде субсидий из окружного бюджета на каждый килограмм реализованного или отгруженного на переработку молока. Такая господдержка дала возможность колхозам аккумулировать полученные из окружной казны средства и вкладывать в развитие собственного производства. Обе фермы построены в очень короткие сроки. Хозяйство получает региону государственную поддержку в виде субсидий на конечный продукт – молоко. И такая поддержка в конечном счете стимулирует аккумулировать средства, полученные из бюджета, и направлять их на развитие производства. Больше молока, больше выручки, больше поддержки. За счет субсидий собственных и кредитных средств в регионе возводится еще один сельскохозяйственный объект – «Телятник в Тельвиске». Согласно проектной документации, новый телятник для самого крупного животноводческого предприятия региона – Нейнской агропромышленной компании – рассчитан на 700 голов крупного рогатого скота. Объект будет разделен на два корпуса. Первый отведут под беспривязное содержание 400 голов молодняка. Во втором разместятся 100 молочных коров, а также нетели. Подрядчик работает хорошо, опережает даже график. В этом году, в октябре месяце, они должны закрыть первый корпус телятника. Сдача – октябрь 2018 года. Строительство новых ферм в регионе – крайне важное мероприятие, отметил в Рио губернатор Александр Цибульский. Но руководителям хозяйства необходимо помочь в том, чтобы их издержки снижались и, соответственно, росла добавленная стоимость. С этим поручением он обратился к руководству профильного департамента. Я призываю вас поработать с нашими партнерами, которые выступают основными действующими лицами при открытии этих ферм, то есть с руководителями, о том, что, конечно, им надо максимально помочь с тем, чтобы их издержки снижались и, соответственно, добавленная стоимость от их деятельности росла. Между тем, отметил Александр Цибульский, поддержка будет оказываться и дальше. Это крайне важно с социальной точки зрения, но механизм по снижению издержек должен быть продуман. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Предстоящую убойную компанию акционерное общество мясопродукты закупит у оленеводов 850 тонн мяса. Об этом сообщила директор предприятия Тамара Критская. По ее словам, сейчас предприятие ведет активную подготовку к предстоящей убойной компании. Обществом подготовлены проекты договоров с оленеводческими хозяйствами на поставку оленины. В документах оговариваются объемы поставки, закупочные цены, а также условия приемки и транспортировки мяса от мест убоя до мясокомбината в Дринмаре. Предстоящую убойную компанию планируется закупить 850 тонн оленя на сумму порядка 130 миллионов рублей, что составляет четверть годовой выручки, получаемое предприятием. Для предстоящей убойной компании крупнейший переработчик региона подготовил убойные пункты в селах Низь, Нижняя Пеша и Коткино. На всех трех объектах подключено холодильное оборудование, завезен необходимый объем топлива. В эти дни часть оленеводческих хозяйств уже приступила к перегону стад в сторону зимних пастбищ, на которых расположены убойные пункты. Всего на территории округа оленеводами эксплуатируются 10 таких объектов. Одними из первых в регионе убойную компанию планируют начать СПК Харп и СПК Красный Октябрь. На пастбищах этих хозяйств отсутствуют крупные реки, что позволяет быстрее перегнать стада к убойным пунктам. Остальные кооперативы к заготовке оленины приступят позже. 11 660 часов. Именно столько составил общепроизводственный налет Наринмарского объединенного авиаотряда. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Валерий Остапчук, подводя итоги работы за 9 месяцев текущего года. Падение показателей зафиксировано по всем направлениям деятельности авиаотряда. Так, за 9 месяцев текущего года на 4% меньше перевезено пассажиров по местным воздушным авиалиниям. Всего по населенным пунктам региона перевезено 17 342 пассажира, что на 700 человек меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. Наблюдается и падение объема работ на 3% по недропользователям и по другим направлениям деятельности авиаотряда. К пассажирообороту, который проходит у нас, это обслуживание пассажиров в аэропорту сторонних авиакомпаний, также происходит падение на 5%, то есть через аэропорт прошло меньше на 5 377 человек. Между тем, финансовая выручка предприятия остается на уровне 9 месяцев прошлого года. О заслуженном отдыхе в следующем году. Правительство России приняло постановление о переносе выходных дней в 2018 году. Некоммерческий сектор Неницкого округа и Центры занятости населения обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудоустройства жителей региона. Речь шла о возможности привлечения к общественным работам безработных граждан в рамках реализации социальных проектов НКО. В настоящее время окружные общественники при грантовой поддержке регионального бюджета реализуют ряд инициатив, где могут задействовать людей, состоящих на окружной бирже труда. При этом часть затрат работодателю будет компенсировать служба занятости. На эти цели в 2017 году выделено 3 миллиона 300 тысяч рублей. Выгодно такое сотрудничество и безработным, так как при их трудоустройстве на общественной работе статус безработного сохраняется. То есть человек вместе с заработной платой продолжает получать и пособие по безработице. В этом году возможностью получить дополнительный доход на общественных работах воспользовались 172 безработных. Все трудоустраивались в коммерческом и бюджетном секторе. Практика трудоустройства на временной работы в НКО в Ницком округе пока отсутствует. В настоящее время Центр занятости готов трудоустроить на общественные работы еще порядка 70 граждан. Намерены принять на временные работы людей, состоящих на учете в службе занятости, МОП «Коммунальщик» в поселке Красное, Общество Сава Ерф, ДРСУ, Производственный кооператив «Север» и завод «Заполярье». Кроме вопросов привлечения безработных к участию в проектах НКО, в рамках встречи стороны обсудили и другие формы взаимодействия общественных организаций и Центра занятости. Представители некоммерческого сектора также заинтересовались возможностью летнего трудоустройства несовершеннолетних и выразили желание быть участником региональной программы самозанятости, ориентированной в настоящее время только на начинающих предпринимателей. Правительство России приняло постановление о переносе выходных дней в 2018 году. В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января, субботы и воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно. Таким образом, в 2018 году будет 10-дневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым. Трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, совпадающий с празднованием Дня Защитника Отечества. И четырехдневный отдых с 8 по 11 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня. Четырехдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, совпадающий с праздником Весны Труда, 9 мая День Победы, трехдневный отдых с 10 по 12 июня, совпадающий с празднованием Дня России, трехдневный отдых с 3 по 5 ноября, совпадающий с Днем Народного единства. Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды.